Гостья, заслуженная артистка Республики Крым, заслуженный работник культуры Республики Крым, Вардуи Деланян. Вардуи, привет! Здравствуйте! Доброе утро! Как настроение? Как там самоизоляция происходит у артиста? Ой, вы знаете, увидела вас и настроение стало еще лучше. Очень давно вас не видела, очень рада этому. Моя самоизоляция, скажем так, проходит с пользой. Ну, во-первых, я провожу время с семьей, занимаюсь домашними делами, репетирую, учу новые песни, то есть готовлюсь к абонементным концертам в филармонии, потому что я думаю, когда закончится режим самоизоляции, работа продолжится. А еще я работаю дистанционно. Вы знаете, что я, помимо того, что я солистка в филармонии, я еще ведущий специалист по вокальному жанру Центра народного творчества. И Центр народного творчества проводит очень много мероприятий дистанционно. То есть это мастер-классы? Что еще раз? Это что? Это в каком формате проходит работа в Центре? Мастер-классы, общение со специалистами? Нет, работа... То есть мы запустили несколько конкурсов дистанционных. Нам идут заявки участников, ну то есть видео, домашние видео. Мы просматриваем, ставим оценки и подводим итоги. А скажите, пожалуйста, как мы можем с Вильданом поучаствовать в этом конкурсе? Потому что мы сегодня с Вильданом пробуем абсолютно все в режиме онлайн. И что надо от нас для того, чтобы поучаствовать, например, в конкурсе, если мы захотим? Можем ли мы это сделать вдвоем или надо поодиночке? Ну вот, допустим, сейчас идет прием заявок дистанционных конкурсов «Бессмертные сороковые». Он проходит в рамках 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. То есть вы снимаете домашнее видео, отправляете на электронную почту Центра народного творчества. Мы просматриваем и, естественно, подводим итоги. И обязательно видео должно быть домашним. Это обязательное условие. То есть вы должны творить дома, оставаться дома. Я понял. А помимо вокальных данных, вы, то есть, находясь дома, оцениваете что? Оригинальность, подход, костюм, локацию, помощь, подтанцовку? Что? Нет. Ну вот смотрите, у нас конкурс проводится в вокальном искусстве, в инструментальном искусстве, в изобразительном. То есть вы должны нарисовать, сфотографировать и отправить нам фотоискусство. Также и разговорный жанр. И по каждому конкурсу есть свои критерии. Это все прописано в положении, которое вы можете найти на сайте Центра народного творчества. Отлично. Всех наших телезрителей уже направили туда на сайт. А теперь пора все-таки приобщиться к искусству. Вурды, что исполнишь сегодня с утра? Что подаришь? Вы знаете, учитывая, что этот год, 2020, объявлен годом памяти и славы, и песню, которую я исполнила, я бы хотела посвятить 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Песня называется «Катюша». Сейчас. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила, песню заводила, про степного сизого орла, Про того, кого она любила, про того, чьи письма берегла. Про того, кого она любила, про того, чьи письма берегла. Спасибо большое. Я думаю, с утра это было сделать очень непросто, но спасибо большое, Вардуи. Друзья, напоминаю, с нами на связи была заслуженная артистка Республики Крыма, солистка Крымской государственной филармонии Вардуи Деланян.